СПЕЦИАЛИСТЫ Специалисты опубликовали рейтинг самых доступных автомобилей, представленных в России. Совсем недавно на отечественный рынок вернулись бюджетные модели Chevrolet, среди которых Spark, Nexia 3 и Cobalt. На данный момент эти автомобили указаны лишь на специальном сайте марки, и их стоимость не указана. Специалисты решили ориентироваться на минимальные цены, указанные в пресс-релизе дистрибьютора УЗА Автомоторс в РФ. Компактный хэчбэк Равонер 2 оборудованный 85-сильной силовой установкой объемом 1,25 литра. В сочетании с автоматом стоит 720 тысяч рублей. Стоимость седанов Nexia и Cobalt составляет 700 и 750 тысяч рублей соответственно. Также напомним, что в конце мая Nissan объявил о том, что ликвидирует бренд Datsun, а выпуск седана Ondo и хэчбэка Mi Do продлится в Тольятти до конца текущего года. Рейтинг также покинул универсал Lada Largus, и в список вошли китайский седан Lefant Solana 2017 года выпуска, который сейчас компания пытается распродать. В конечном итоге рейтинг выглядит следующим образом. Возглавил список седан Lada Granta стоимостью 465 тысяч 900 рублей. Второе место досталось хэчбэку Lada Granta 482 тысяч 900 рублей. Тройку лидеров замкнул лифтбэк Lada Granta 483 тысяч 900 рублей. Далее расположились универсал Lada Granta 492 тысяч 900 рублей, седан Datsun Undo 516 тысяч рублей, хэчбэк Datsun Mi Do 539 тысяч рублей, внедорожник Lada 4х4 566 тысяч 900 рублей. Восьмую и девятую позицию занимает французский седан Renault Logan 2019 года выпуска и хэчбэк Renault Sandero того же года выпуска с одинаковой стоимостью 577 тысяч рублей. А замыкает рейтинг седан LeFans Alana 2017 года выпуска стоимостью от 579 тысяч 900 рублей. Вы смотрели видео-версию сайта Tarantas News. До скорого!